С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. На подмостках Русского драматического театра имени Максима Горького готовится премьера. Новый спектакль «Затюканный апостол» ставится по одноименному произведению белорусского драматурга Андрея Макайонком. Для работы над ним в Астану приглашен молодой режиссер из Ташкента. Подробности в следующем сюжете. Русский драматический театр имени Горького готовит оглушительную премьеру. Молодой режиссер из Узбекистана Абид Абдурахманов работает над новой постановкой «Затюканный апостол». Трагикомедия принадлежит перу белорусского драматурга Андрея Макайонка. Спектакль с большим успехом идет в Ташкенте на подмостках молодежного театра Узбекистана. Для астанинской публики «Затюканный апостол» ставится впервые. Я хотел бы, чтобы все родители, ну не только что касается родителей, конкретно у которых есть дети, а вообще все люди, чтобы они обратили внимание на то, что они дарят новому поколению, что они привносят для нового поколения. Потому что то, что они принесут сегодня, завтра будет чем-то глобальным. Вот как-то так. Это главный посыл, который зашифровал в спектакле режиссер. Действие спектакля происходит в самой обыкновенной семье. Однако и тут все не так просто. Младший сын – не по годам развитый мальчик, который на все имеет свое мнение. Мальчик не только эрудирован, он имеет аналитический склад ума и отлично разбирается в политике. Кумиры ребенка – самые известные в истории лидеры. Однако родители не воспринимают всерьез маленького гения, ведь они заняты решением своих насущных проблем. Очень сложная роль. Очень сложная, потому что, во-первых, я уже давно не мальчик. Ну и тяжело играть ребенка, и в то же время, который мнит себя взрослым. То есть нужно играть ребенка и в то же время обратно возвращаться, как минимум, в свой возраст, который у меня сейчас. Спектакль не отличается богатством декораций и великолепием костюмов. Главное в нем – драматургия и актерская игра. Насладиться новым творением горьковцев гости и жители столицы смогут уже 25 сентября текущего года. О самых важных новостях в мире культуры и искусства за рубежом вы узнаете из нашей рубрики «Дайджест событий». В Мадриде проходит выставка, посвященная творчеству Жоржа Мельеса, которого называют первым волшебником кинематографа. Жорж Мельес – фактически первый кинорежиссер, перешедший от простых съемок кинороликов, каких-либо событий, обычных жизненных сцен к постановочным художественным фильмам. Первый фильм Мельеса «Игра в карты», как и большинство других его лент 1896 года – явное подражание Люмьеру. Однако Мельес много работает и настойчиво ищет свой собственный путь. Уже в 1897 году Мельес строит на своей вилле в парижском предместе Монтре первую в мире киностудию. Стеклянный павильон, в котором были люки, подъемники, тележки для наездов и отъездов съемочной камеры, черные бархатные фоны и прочие приспособления. Киностудия скоро начала приносить баснословный доход. Всего в 1897 году Жорж Мельес снял 60 кинолент. Он вводит в кино новые жанры – феерии, комедии, сценки с трюками. При помощи актеров режиссер восстанавливал эпизоды греко-турецкой войны, выпустил фильм о восстании индусов против англичан, сделал несколько инсценировок репортажей о современных событиях. Жорж Мельес пытается даже перейти от черно-белого кино к цветному, применяя метод раскраски фильмов кисточкой от руки. Принимая во внимание, что длина фильмов не превышала тогда 15-20 метров, этот весьма кропотливый способ оправдал себя, особенно при производстве волшебных сказок. В 1902 году выходит один из лучших его фильмов – «Путешествие на Луну». В нем Мельес применил причудливые эффекты, сочетая кинотрюки с использованием макетов и театральной машинерии. Помимо работ этого французского режиссера, в экспозиции представлены киноаппаратура начала 20 века, а также костюмы к фильму «Путешествие на Луну». Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся.